Компания «Гурбей и золото» Компания уже ведет опытно-промышленную разработку и подготовку к расширению в промышленную эксплуатацию. А с другой стороны имеет процесс по разведке, изучению и существенному расширению ресурсного потенциала. Тем не менее, банк с биржевой средой, в данном случае с ПВБ, воспринимается как возможное для размещения. Прошу с докладом. У нас действительно юниоров называют практически всех, кроме «Газпрома». Предприятия бывают разные. Это юниоры и те, кто занимается поисками. И вот нас тоже называют. И мы себя называем юниорами, хотя у нас уже промышленная добыча и 2,5 миллиарда выручки. Вопрос. Я расскажу, конечно, про наш проект, про наше месторождение. Я его очень люблю, ценю. Тем не менее, я хотел пару слов сказать вообще про инвестиции, про наше видение инвестиций. На предыдущей сессии задавался вопрос, а почему инвестировать в юниоры? Я бы, наверное, сформулировал по-другому. А есть ли сегодня возможность инвестировать куда-то еще? Если говорить о существующем рынке, что мы видим? Мы видим, что инвестиции в банковские вклады и облигации, они не оправдывают инфляцию. Мы видим сегодня, что реально валютный рынок для нас закрыт. Мы видим, что рынок акций больших компаний, он предельно волатилен и подвержен исключительно геополитическим факторам при практически полном отсутствии возможности какого-то органического роста. То есть, покупая акции «Газпрома», сложно рассчитывать, что он будет планомерно расти, потому что команда хорошо работает. И это, наверное, относится к большинству голубых фишек. А дальше возникает вопрос, деньги, наверное, куда-то надо вкладывать. В чем отличие юниорной компании на самых разных стадиях от всех других сфер инвестиций? Там есть хотя бы гипотетический шанс заработать. То есть, хотя бы теоретически, в отличие от банковского вклада, возможно такая ситуация, что юниор будет развиваться, что он будет что-то зарабатывать, что его кто-то купит, и тогда инвестор заработает. Во всех остальных ситуациях это практически исключено. В рынке облигаций исключено на 100%, в рынке акций только в рамках «Казино и чудо». Можно пойти купить просто палатку, действующее промышленное предприятие, но нет, его, как правило, продадут за рыночные деньги. То есть, при покупке инвестиций в юниора вы имеете возможность роста бизнеса за счет каких-то естественных факторов. Мы инвестировали в свое время, и государственная корпорация Ростех инвестировала в свое время в проект Гурбей, потому что среди всех стартапов, среди всех начинающих проектов у природных ресурсов есть один существенный плюс. Оно есть только у нас. То есть, если хочешь завтра построить соседнюю палатку, пошел и построил. А лицензии есть только у меня. Если говорить конкретно о золоте, то его специфика в том, что может завтра не быть покупателя на айфоны, может завтра не быть покупателя на какие-то другие товары. Но специфика рынка золота состоит в том, что покупатель приобретает любой объем произведенного золота. То есть, у нас любая компания, полюс золота, сколько бы она металла не произвела, это золото будет куплено по ровно той же цене, как если бы она произвела в 10 раз меньше объема металла. То есть, сегодня производители не влияют на цену. И цена растет. Еще одним преимуществом золота, как известно, это всегда воспринимается как защитный актив, золото дорожает, когда плохо. Ну, как, наверное, нам известно, у нас часто не очень хорошо. Поэтому, в принципе, как я в свое время смотрел на инвестиции в золото. Если будет все хорошо, то все остальные инвестиции будут точно успешны. Если будет плохо, золото будет на коне. Ну, в общем-то, показывает опыт, что раз в 10, 20, 30 лет золото начинает дорожать, там, в 2 раза, ну, там, 20 лет назад оно стоило в 6 раз больше, чем, значит, сейчас. Возвращаясь к проекту, «Грубей золото» – компания, которая разрабатывает месторождение рудного золота в Иркутской области. Лицензионная площадь составляет около 100 квадратных километров. Мы называем себя юниорами, в том числе потому, что изучили порядка 10% площади. Защищенные запасы 13,5 тонн рудного золота – это в деньгах, там, примерно, миллиард долларов. Значит, «Вордл Армстронг» мы тоже, как и наши коллеги, считаем важным подтверждать наши геологические данные в авторитетных компаниях. «Вордл Армстронг» – это одна из ведущих компаний – оценила ресурсный потенциал примерно в 60 плюс тонн. Мы его сами оцениваем в 100 и более тонн. Росгеология в свое время, там, еще в советское время, в первое постсоветское время оценивала ресурсный потенциал района порядка 500 тонн золота – это 30 миллиардов долларов. И сегодня этот ресурсный потенциал не исследован, не изведан. Это то, о чем, опять же, говорили коллеги, что есть много площадей, где большой поисковый потенциал. В июне 2019 года мы ввели опытную золотоизвлекательную фабрику. Сегодня мы производим порядка 500 кг, 450 кг в год было в 2022 году. И следующий наш этап расскажу поподробнее попозже. Но у нас идет некий планомерный рост. Мы увеличиваем производительность, достраиваем производственные мощности. Следующий этап – выйти на 600 тысяч тонн руды и порядка тонна плюс золота. Коротко о факторах привлекательности проекта. И, опять же, чтобы не говорить только о Гурбе. Я думаю, что то, что здесь написано, может быть применимо к любому юниорному проекту при оценке, на что мы бы обращали внимание. Мы говорим о том, что важно, если компания прибыльна. Вообще важно, если у нее есть возможность финансировать свои расходы. Но если это возможность финансирования расходов за счет прибыли, это дает существенную гарантию, существенную защиту инвесторам. То есть, когда мы говорим о проекте развития, мы все надеемся, что он выстрелит и принесет много денег. Вопрос возникает, если на каких-то промежуточных этапах будут какие-то сложности, за счет чего они будут финансироваться. На сегодняшний день у Гурбе 13,5 тонн защищенных запасов. Это то, что сегодня готово к отработке. Это то, что сегодня подтверждено государственным органом. При этом есть большой ресурсный потенциал. Мы его оцениваем в 100 тонн, в 60 тонн. Но мы понимаем, что сейчас это только начало, это малая часть. Мы ведем предпроект. Сейчас мы производим 500 килограмм, в 2026 году хотим выйти на 6 тонн. Это, опять же, некий путь. Если все будет хорошо, то компания заработает кратно больше деньги, чем она стоит сейчас. Особенностью Гурбе являются высокие содержания золота. Я не знаю, много ли здесь людей, которые знакомы с отраслью. Наши защищенные запасы 4,7 грамма по одному месторождению, 7 грамм по другому. И среднее содержание ожидаемое около 3 грамм. То есть мы консервативно закладываем, что будут какие-то снижения. Но в целом даже 3 грамма на тонну для отрасли это довольно высокие содержания. При этом, опять же, одной из особенностей месторождения является то, что это совершенно типичное месторождение золота. То есть вот таких месторождений, как Гурбей, в мире тысячи. То есть не десятки, не сотни, а тысячи. В каждой это обычное золотокварцевое месторождение. У нас в России их, наверное, штук 100+. То есть оно хорошо изучено, геология в мире хорошо изучена. Все знают, что с этим месторождением делать, как его развивать, куда уходит золото, какие углы падения. Все это изучено, переизучено, написано много книг. При этом руды месторождения легко обогатимы. Что это значит для золота и вообще для металла? Сегодня основная проблема, если вы с этим знакомы, что легко обогатимых руд практически нет. Поэтому если вы хотите запустить предприятие по металлам, это, как правило, миллиард долларов, потому что это сложная технология, это химия. У нас этого ничего нет. У нас гравитационная технология. В будущем планируется стандартная гравитационно-цианистая схема. И это, в принципе, очень просто. Здесь краткая информация о местоположении. Ну, я думаю, это не так существенно важно. Главное, как я говорю всегда, хотя по карте этого не видно, но мы находимся в самом центре России. Если немножко растянуть и сделать не так, как обычно изображается на глобусе, не так, как обычно изображается на карте, а по глобусу, то это примерно как раз посередине. Мы находимся в центре Транссиб, круглогодичное снабжение, что тоже является, в принципе, таким достаточно существенным плюсом, потому что часто, к сожалению, в наше время запасы и ресурсы уже где-то далеко. Я говорил про высокий потенциал для георазведки, не буду повторяться. Значит, если кому-то интересно, можно прочитать. Ну, наверное, это основное. Закончить я бы хотел вот нашими планами, то есть, что мы планируем, как мы планируем развиваться. На сегодняшний день мы находимся на стадии опытно-промышленной разработки. И вот этот план, на самом деле, он такой достаточно, на мой взгляд, достаточно стандартизированный. То есть, задача любого юниора – запустить опытное производство, получить какую-то выручку, привлечь финансирование, сделать расширение, значит, запустить большое предприятие. Вот мы сейчас где-то в середине. Мы идем, вот сейчас подходим к стадии 2. Наверное, все. Спасибо, Игорь. Вопросы? Коллеги, не стесняемся задавать вопросы. Илья Мороз, у меня вопрос вот какой. Я правильно понимаю, что вы находитесь на той стадии, что уже все разведали, начали добывать, понимаете, куда вам расширяться, вам нужно привлечь финансирование для строительства фабрики, для того, чтобы увеличить объем производства золота, и еще привлекаете деньги для того, чтобы осваивать новые, разведывать новые участки для увеличения своего потенциала. Правильно? Да, правильно. Понятно. Спасибо. Коллеги, вопросы? Да, у меня вопрос, ну, как обычно, про деньги. Опять же, не секрет, мы все-таки как бы юниорную логику обсуждаем. Если вот это не коммерческая тайна, то хотелось бы вот вашу оценку тех затрат, которые вы потратили на всю георазведку поисково-оценочной стадии до того, как вы поставили запасы на госбаланс. Я так понимаю, у вас сейчас уже запасы постоянных разведочных кондиций, правильно? Или еще временных? Сейчас временные кондиции. Да, временные у вас опытно-промышленные, правильно, да. И сравнить это, у вас уже, скорее всего, какой-то префезибилити стадии, скорее уже была оценка, да, с экономической стоимостью проекта, вот чтобы понимать соотношение затрат на георазведку, которые вы потратили, да, потому что все-таки в префезибилити, когда вы уже строите модель, те ранее понесенные затраты, они не учитываются, как правило, да, в этой оценке. То есть, по сути, это первоначальные инвестиции, которые позволили вам создать тот актив, который вы в настоящий момент уже оцениваете по модели. И вот с точки зрения инвестиций в ранние стадии георазведки, хотелось бы вашу оценку, вот, как вы говорите, апсайды, которые вы получили от того, что вы открыли месторождение. Ну, как говорите, получение апсайда на данной стадии достаточно сложно, мы его не эксплуатируем. Ну, я под апсайдом имею в виду сейчас на текущий момент экономическую оценку проекта уже с точки зрения потенциала будущей добычи разработки. Ну, вы знаете, я вообще исхожу из того, что вот оценка проекта – это сколько заплатили за него. То есть, вот мы можем с вами нарисовать любые модели, любые схемы, пока не продали – это в пользу бедных. Значит, если говорить о цифрах, мы сегодня вложили в проект порядка 50 миллионов долларов. Значит, при этом я бы сказал, что относительно малая часть этих расходов – это расходы в георазведку. Сегодня стоимость прироста составляет примерно 500 тысяч долларов за тонну. То есть, вот мы проводим георазведку, мы пока не дозащищаем запасы, потому что нам хватает текущих, но у нас есть подготовленные к защите запасы. И стоимость – это примерно 500 тысяч долларов за тонну. Тонна золота стоит 60 миллионов долларов, значит, это примерно менее 1%. Но это именно с учетом того, что мы когда-то нашли месторождение. То есть, мы сейчас занимаемся его доразведкой и имеем вот такие расходы. Это как бы… Ну, то есть, сначала надо найти месторождение. Я не скажу на сегодняшний день, какие были расходы на тонну на стадии поисков, но отмечу, что нам практически сразу повезло. То есть, мы ткнули там первые 10 скважин, и они дали хорошие результаты. Это там на уровне чуда. Если говорить о стоимости проекта в целом, здесь на данной стадии его, наверное, вообще сложно было бы оценивать, но когда мы выведем его на стадию промышленного производства, там при 6 тоннах, ну, то есть, это там 400 миллионов долларов выручки, ну, вот сами, наверное, можете его оценить как-то. Открытая добыча, да? Ну, опять же, как можно сказать про любое золотокварцевое месторождение, первые 70 лет – это открытая добыча, а следующие – 100. То есть, это такие месторождения имеют там до километров в глубину уходя труды. Ну, опять же, нам до этого не дожить. На нашей стадии это открытая добыча. Так, коллеги, вопросы еще присутствуют? А можете немного рассказать о команде, о коллективе единомышленников, потому что у вас там есть представители тоже крупных золотодувающих компаний в руководстве? Вопрос очень хороший, корректный, на мой взгляд. Скажем так, команда и коллектив – это одна из двух составляющих, формирующих фактор успеха. Объект важен, но не менее важен реализатор проекта. Вот в этом смысле очень правильно отметить, что биржа среди критериев оценки, скажем так, потенциального инвентента большое внимание уделяет команде. Ну, на самом деле, вот это ровно то, что я хотел сказать. Мой коллега, рассказывая про свою компанию, достаточно подробно остановился на команде. Я этого не стал делать, но у нас ровно такой же подход. Мы считаем, что невозможно построить эффективное предприятие без сильной команды, невозможно построить нормальное предприятие без цивилизованного корпоративного управления. Поэтому без ложной скромности у нас одни звезды. У нас все основные специалисты из ведущих компаний. Управляющий директор у нас был управляющим директором на Наталке. Главный инженер был главным инженером на киргизском крупнейшем предприятии. И так, в принципе, геологи у нас, главный геолог, который занимается геологоразведкой, значит, он был главным геологом по геологоразведке, был главным геологом в полюсе. И, значит, вот такой вообще подход. Если говорить о совете директоров, то же самое у нас, значит, бывший генеральный директор Павлика, независимый член совета директоров, ну и так далее. То есть, в целом, мы считаем, что если заниматься, если говорить о привлечении инвестиций, это должна быть рыночная команда. То есть, когда владельцы сами управляют, это, конечно, здорово, но это на уровне артели. Если вы хотите делать нормальный бизнес, делайте его цивилизованно. Спасибо. Я сам из Павлика, поэтому спросил. Вопрос такого характера. Презентуя ваш проект, вы рассчитываете в целом на биржевой листинг или поиск инвесторов прямого, например, какие другие формы инвестирования? Знаете, мы рассматриваем разные варианты. У биржевого листинга есть свои плюсы, которые связаны не только с привлечением инвестиций. То есть, разместив там 10-15% акций, вы получаете не только деньги, но и, значит, условно-ликвидный актив для залога. Есть много преимуществ размещения. Спасибо. Вопросы? Добрый день. Шубин Евгений Александрович, управляющий компанией «Уральская стань». В прессе была информация, что вы ведете переговоры с «Росатомом». Как-то могли бы прокомментировать? Мы не комментируем сделки. Вы в переговорах находитесь сейчас или уже как-то… Не даем комментариев. Хорошо, спасибо. Да, я хотел узнать про структуру капитала. Есть какой-то корпоративный договор с инвесторами? Есть акционы? Безусловно. У нас 35% принадлежит государственной корпорации «Ростех». И вот все, что можно у нас есть. Начиная от корпоративного договора, прозрачность на уровне «Бог». А по опционам для менеджмента, долгосрочная мотивация? У нас давно прорабатываются вопросы долгосрочной мотивации менеджмента. В моменте она носит годовой… То есть у нас нет ничего, кроме годовых бонусов, понятно, привязанных к КПЕ. Но мы давно об этом думаем. Такой вопрос по поводу «Ростеха» в качестве инвестора и владельца 35%. Насколько утяжеляет вхождение крупной корпорации, управление проектом и бизнесом? Вы знаете, как к этому относиться? Можно, конечно, относиться к тому, что это утяжеляет. Можно относиться к тому, что публичность усложняет вашу жизнь. Можно относиться к тому, что раскрытие – это всегда проблема. А можно относиться иначе. Можно говорить о том, что «Ребята, мы хотим быть честно, открыто, мы ничего не скрываем. Мы готовы показывать миноритарным акционерам, давать полную картину. Готовы давать им те полномочия, которые мы с ними согласовали. И да, мы понимаем, что для одобрения большого количества сделок нам надо провести совет директоров. И в том числе независимые директора могут заблокировать любую большую сделку, которую менеджмент считает важной. Но я скажу по собственному опыту, у нас неоднократно были ситуации, когда совет директоров говорил «Ребят, не убедили, менеджмент шел с домашним заданием, приходил и говорил «Ребят, мы поизучали, извините, мы поняли, что наше предложение было не оптимальным, вот оптимальное». И это было даже на уровне, когда мы просто переутверждали ежегодно рамочные договоры о продаже металла. Совет директоров сказал, значит, опросите другие банки. Мы говорим, так у нас и так дисконта нет. Он говорит, так может вы где-то добавите, мы же вам доплачивать начнут. И были результаты этих мероприятий. Это было в другой стране, но... Так, вопросов нету, тогда позвольте поблагодарить докладчика. И перейти...